Добрый вечер. Невольно вспоминается старая шутка. Из пункта А в пункт Б выехали велосипедист, мотоциклист, автомобиль, автобус, поезд, гужевая повозка, полприцеп, каток. Что-то невероятно интересное происходит в пункте Б. Вот так вот невероятно интересно проводили время очень многие, кто оказался в пятницу в больших веземах. Это совсем недалеко от Москвы, практически рядышком. Приехало туда огромное количество чиновников, начальников, генералов и прочих достойных людей. Они все занимались решением вопроса нашей с вами транспортной безопасности. Поскольку у нас на дорогах как-то тревожно в последнее время, решили люди посовещаться, приехали в большие веземы. Большие веземы интересны тем, что в истории нашей страны они многократно упоминаются. Очень много любопытного происходило именно в этом населенном пункте. Например, большие веземы были избраны Лжедмитрием для увеселения. Это у него там была дача, он там всякие разные залеты позволял себе устраивать. Потом, кроме Лжедмитрия, например, большие веземы, они довольно долго имели отношение к семье Голицыных. Туда-сюда переходили в разных формах собственности. Но в войне 1812 года в больших веземах была ставка Кутузова, он там писал исторические распоряжения. И по иронии судьбы, по крайней мере легенда так утверждает, получилось довольно любопытно, что когда ставка наша после Бородинского сражения переместилась, соответственно, войска оттуда ушли, то именно в той самой барской усадьбе, в которой находился непосредственно сам Кутузов, в той же самой кровати на следующую ночь ночевал Наполеон. То есть два полководца в одной постели, правда, с интервалом в сутки. Довольно увлекательно. В пятницу в большие веземы приехал вот такая удивительная историческая параллель с именем Дмитрий. Туда приехал Дмитрий Анатольевич. Он, когда правил страной, он делал это настолько успешно, что и на дорогах у нас проблем не было никаких. У нас была совершенно идеальная ситуация, полнейший штиль, блистательный ландшафт. И все очень хорошо и грамотно ездили по своим делам. Как только Дмитрий Анатольевич упустил эту ситуацию из-под контроля, внезапно выяснилось, что, в ЦИО он, по крайней мере, порадовал, 75% водителей нашей страны полагают серьезной проблемой наличия неприкасаемых. Конечно, никто так глубоко не копает, чтобы определить неприкасаемость власти вообще, как серьезный порог нашего общества. И естественное послесловие неприкасаемость водителей, причастных к этой самой власти, как некий маленький такой штришок к общему положению вещей. А Дмитрий Анатольевич был изумлен, узнав, что, оказывается, страна-то подраспустилась. На дорогах есть неприкасаемые. И по этому поводу, оказавшись в историческом месте, где разные Дмитрии занимались разными делами, Дмитрий, который Анатольевич, топнул ножкой, дрыгнул рожком и обрушился с гневной речью, заявив, что, цитирую, не надо наказывать, ну, там, к уголовной ответственности привлекать, еще чего-то уволить просто за это нужно. Причем на разных позициях. Прокурор, значит, пошел вон, если кто-либо из соответствующего списка, до свидания. Речь идет как раз о использовании привилегий на дороге. Дмитрий Анатольевич в больших веземах блистательно совершенно исторически отметился в контексте невероятных для страны заявлений. Но если лжедмитрий там хотя бы просто кутил, а Кутузов, по крайней мере, бился за родину, то Дмитрий Анатольевич чем самым обозначил еще одну привилегию. Ведь если он упомянул о привлечении к уголовной ответственности, значит, он подразумевал ту стадию привилегированности, когда его подчиненные, пользуясь своим административным ресурсом, на дороге совершают уголовное деяние. И вместо того, чтобы сесть на общих с другими водителями оснований, Дмитрий Анатольевич сказал, не надо их привлекать к уголовной ответственности, надо увольнять. Это совершенно новая в юридической науке форма наказания начальника, чиновника, руководителя, человека, имеющего отношение к власти. Оказывается, водителей надо сажать, потому что имеется в виду уголовный состав, а вот этих людей теперь уже не надо сажать. Потрясающе интересное юридическое открытие. Дмитрий Анатольевич, он вообще блистателен в своих юридических познаниях. Как-то так получилось, что к нему приклеилось ощущение наше массовое, что он действительно юрист, каковым, судя по всему, он не является, поскольку он не знает даже базовых наших основ. И перлы именно в юридическом контексте один изумительнее другого. Вот этот, конечно, он совершенно потрясающий. Причем, если вы помните, перед этим Дмитрий Анатольевич, например, когда он правил страной, он лишил нас по международному праву обязательства иметь 0,3 промилле в своем законодательстве. Он из нашего законодательства все это вычеркнул. А потом уже, когда его в очередной раз загнали в угол и сделал это лично Лысаков, депутат Государственной Думы, он Лысакову сказал, ну, я не собираюсь упрямиться, пусть мне кто-нибудь объяснит. То есть он, когда вычеркивал из нашего закона международные обязательства России по Венской конвенции, он не понимал, что творит. И когда он корежил наш закон, он был не в курсе. А потом, когда его Лысаков вежливо встряхнул, то Дмитрий Анатольевич попросил ему, наконец-то, объясните, что же такое я тут сделал. Вы уж мне расскажите, пожалуйста. Это тоже не менее интересный юридический штрих к портрету нашего бывшего президента и нынешнего премьера. Но большие веземы, поскольку это такое место, где исторически принято отмечаться в разном ранге, то, конечно же, и генерал здесь тоже оказался, генерал Нилов, наш главный гаишник, он тоже подоспел и в тему безопасности свои пять копеечек внес. Он предложил все-таки разрешить поворачивать на красный свет. Он сказал, что компромисс уже найден, мы через какое-то время доработаем эту ситуацию и предложим уже готовое решение. Идея, на мой взгляд, такая же безумная, с тем же самым оттенком подлости, с которым Дмитрий Анатольевич предлагает уголовников не сажать, а, учитывая их привилегированное положение, просто увольнять. И генерал Нилов, он сказал, что... Дайте, буду дословным. Мы нашли компромисс, который позволит, наверное, решить этот вопрос и, в принципе, сохранить необходимый порядок на дороге. Вот в нашей стране, когда пешеход, а, как правило, именно речь идет о жертве пешеходе, пешеход пытается перебежать на другую сторону улицы, машина едет, и он, например, предположим, оказался каким-то очень въедливым пешеходом. Он успел посмотреть по сторонам, он успел заметить, что красный, значит, ему, наверное, можно. А тут выясняется, что генерал Нилов разрешил не только пешеходу, не только пешеходу можно, пока машинам красной, но и машинам можно, пока пешеходам зеленой. Блистательный компромисс. Нилов сказал, что для реализации этой схемы, чтобы она сработала, нужно добиться такой ситуации, когда нет пешеходных переходов. А, понимаете, какая штука? Когда нет пешеходных переходов, это не означает, что нет пешехода. И машина получает право давить пешехода, а пешеход в свое оправдание перед смертью может сказать, что вообще-то он шел, когда машинам был красный. И пешеход, например, это тот самый человек, который не обязан знать, что генерал Нилов разрешил давить их на запрещающий сигнал светофора. Потому что пешеход, по нашему закону, имеет меньшую ответственность, и не такой уж он участник движения, тем более, что у него транспорта нет повышенной опасности, водитель у нас за все отвечает. И, на мой взгляд, это абсолютный абсурд. И очень странно, что наш генерал стремится в вопросах безопасности разрешить давить людей на красный сигнал светофора. Но Большие Веземы — это такое историческое место, где очень много достойных людей отметилось подобным образом. Хотя Большие Веземы — это, конечно, населенный пункт, видимо, еще не все отметивший в своей истории, не по-всякому отметившийся в истории нашей страны. Но после Лжедмитрия, после Кутузова, после Наполеона, после еще одного Дмитрия и после генерала Нилова, конечно, не каждому населенному пункту, маленькому тем более, выпадает такая блистательная историческая ситуация. Тут у нас идет логическая отбивка. Она звучит в виде моего телефона. 65, 10, 9, 9, 6. Пока еще ни одного дозвонившегося нет. И, тем не менее, я потихонечку начинаю принимать звонки, поскольку вы потихонечку начинаете уже меня вызванивать. Давайте посмотрим, к чему это приведет. Алло, здравствуйте, начинайте. Алло. С первого апреля у вас, как выяснилось, апрель у нас тоже зимний месяц. Ну да. Хотелось бы высказать несколько слов по поводу высказывания. Давайте, конечно, конечно. Больших веземов, как я, да. На мой взгляд, конечно, нужно всех людей, которые добровольно надевают погоны, которые добровольно дозываются, да, руководить, скажем так, нами, да, они должны нести двоекратную, а то и треекратную ответственность по сравнению с другими людьми. Это, ну, в моем мнении. Вот обратите внимание, причем в нашем законодательстве уже создан прецедент, когда отдельные категории граждан выведены из-под равенства и равноправия гарантированного конституции, но это почему-то водители. Вот наказывать водителей дифференцированно, например, в зависимости от места проживания, москалей клятых строже, чем, предположим, ребята, живущих в Омске, это можно. А вот почему-то чиновника наказывать за то, что он, будучи при должности, в двух- или трехкратном размере, почему-то нельзя. Это сразу нарушает принцип равноправия. Я с вами полностью согласен, что отягчающим вину обстоятельства должна быть должность человека. Если он находится на госслужбе, соответственно, у него должен быть, например, какой-нибудь вежливый коэффициент 3. И, предположим, за деяние, связанное, не дай бог, с ДТП и с жертвами, нам с вами, как простым мирянам, полагается что-то типа штрафа, а для них в трехкратном размере. А если для нас посадка на годик, соответственно, для них на 3 года. Да, ведь он является именно, ну как, гарантом, да, и показателем. Он системой государственной власти является, поэтому он несет большую ответственность, чем мы с вами. Поэтому, соответственно, он должен более сурово предстать перед законом. Перерыв на новость, сейчас вернемся. Экипаж Сергеем Исланяным. Сергей Исланян с телефоном. Телефон 6510996. Василий, вы на линии. Здравствуйте. Давайте продолжим наше обсуждение темы. Василий, говорите. Ну, я хочу выразить, во-первых, комплименты за то. Что, какие темы вы обсуждаете, и таким образом. Спасибо, Василий. Это наша с вами жизнь. Жалко, что все остальные почему-то не видят в этом темы для разговора. Ну да, на самом деле, он тогда еще говорил, по всем каналам это сообщение протранслировали. Я думаю, а как это так? Причем государственный канал, он на всю страну говорит, что наказывать не надо. Наказывать не надо. Причем вы обратили внимание, что Медведев у нас парадоксальный совершенно мыслящий человек. Такое ощущение, что он не знает не только юридической науки, он понятия не имеет истории нашей. И вот, например, пару лет тому назад он сказал по поводу взаимоотношений населения и полиции, что в советское время у нас был замечательный пример взаимодействия. Он, видимо, имел в виду полицаев на оккупированных территориях, когда наши предатели помогали фашистам. У него много интересных тем было, и про ментоны все помнят. Ну, там много чего интересного он успел сказать. Да, и продолжает, что хорошо. Видимо, успеет, да. Конечно, такие потрясающие открытия, потому что вывести вот так вот своим добрым пожеланием из-под действия закона соратников по цеху, но это, по-моему, очень любопытное высказывание. Вообще, у меня такое впечатление, что наш глубоко уважаемый Владимир Владимирович взял его специально как контраст в себе, чтобы на его фоне казаться более-менее еще нормальным, адекватным человеком. Вот, и он просто не перестает удивлять. Да, но мне кажется, что вот этот хитрый маневр не удался. Контраста сильного не получилось. Ну, здесь уже всем известно, да, что мнение общественное, оно уже давно накоренилось критично. То есть точка неврад уже пройден у ребят. Ну, 146% восторгов по их поводу у нас всегда есть в запасе, если что. Да, да, да. У меня еще замечательное по поводу пешеходов. Да, которых мы будем давить на красный свет. Да, есть такое зрение, я не знаю, говорили вы еще или нет. Пешеход у нас всегда прав, пока жив. Да, да. Пока жив. Вот, это второе, что я хотел сказать. И третье, я не знаю, можно вам сейчас вопрос по поводу? Конечно, конечно. Василий, у нас с вами общение обо всем, в том числе об автомобилях. Вы знаете, я уже два месяца слушал вашу передачу, в то же время у меня еще нет прав и более автомобилей. Вот этот момент зреет, когда я пойду учиться. А куда? Вы уже определились, куда вы пойдете? Учиться-то? Да. Но не в подвороте уже, в первую попавшуюся. Вы по какому-то критерию выбирали автошколы, взвешивали их на нравственных весах? Вы знаете, не выбирал, но у меня есть хорошие советчики, которые по низкой автомобилей имеют, там, скажи, это вопрос уже, как бы, такой решится. Знаете, это очень немаловажный вопрос, и не надо пренебрегать, потому что самый верный критерий автошколы, который, вот что называется, вы попали туда, куда надо, это когда вы приходите, и вам сразу с порога объясняют, что наша задача научить вас водить машину. У нас не стоит задачи натаскать вас на сдачу экзаменов. Ну, понятно, я, собственно, по этому критерию и буду искать автошколу, чтобы научиться, а не чтобы права получить. Это правильно, да? Это довольно быстро заметно, потому что вот в обычную автошколу, когда приходишь, во-первых, гляньте на того человека, который ведет теорию, у меня в соседнем подворотне автошкола, в ней сидит такой восятка задрипанный, который не то, чтобы по-русски произносить, чтобы ты ни было в принципе не в состоянии, он даже не все буквы знает. И он курочкам, блондиночкам рассказывает что-то такое про ПДД. Вот я сильно подозреваю, что эти люди без взятки не сдадут. А есть у нас, например, в Москве несколько автошкол, в одной из которых, в том числе, блистательный теоретик, некто БГ, он такой довольно известный на всю Москву теоретик, вот у него это действительно преподавание. Он нормально объясняет, что, зачем и почему. Не просто какие-то догмы, он объясняет их трактовки официальные, что это значит. И самое главное, вот приходите в автошколу, он говорит, ну давайте документы, ну подождите, знаете, мы вас поставим в график и мы вам позвоним. Все, это не автошкола. Вот когда вы приходите в автошколу, вам говорят, вы садитесь-то за руль, когда будете? Сегодня хотите? Вы говорите, я вот, я же еще. Минуточку, ну у вас же должно быть накатано много часов. По ГОСТу в автошколу нужно прийти и получить 28 часов практических занятий. По ГОСТу. После этого вы имеете право быть допущенным к экзамену. За 28 часов никто никогда не научится. Вот если вы приходите в нормальную автошколу, то вам сразу предлагают, давайте быстро, давайте учиться, потому что меньше 100 не должно быть. А там, где он говорит, да, 28 вы получите. Все, значит вы ошиблись с автошколой. Это немаловажно. Спасибо. У меня вообще на выходных шерстил рунет по поводу вас. Вот нигде не нашел, чтобы вы сказали что-нибудь по доджу-калиберу. Могли бы какие-то комментарии? Это неудачная машина, она очень хороша своей внешностью. И американцы из Крайслера, они в принципе довольно много чего в мире проиграли по жизни. Додж-калибер это одна из проигранных партий. Особенно когда они пришли в нашу страну с машиной, наделенной довольно брутальной внешностью. У них есть модификация полноприводная. Они должны были сыграть по нашим правилам. Они должны были этой машиной не пустить к нам Дастер и обыграть Ниву. Они этого сделать не смогли. И достаточно недешевая машина с салоном от 41-го «Москвича», с очень слабой сущностью. И единственное, что ценник на обслуживание был достаточно гуманный. Во всем остальном машина непонятная. Тогда не могли бы вы еще предложить что-то в том же ценовом сегменте, чтобы на вторичке искать? Это в котором том же? Ну вот на вторичке он сейчас стоит 400-450 тысяч. Меня интересует, чтобы повыше клиренс был и что-то похожее на универсал повышенной проходимости либо паркетинг. Не-не, Василий, погодите покупать себе здоровенный американский джип, чтобы все боялись, чтобы уважали. По этапам. Сначала вы должны получить устойчивый навык управления. Значит, вы должны купить себе машину с механической коробкой передач. Лучше всего, если это будет машина, которая не ломучая, у которой не отваливаются колеса, и которая попадает в эти ваши 400 тысяч, но она при этом новая. Потому что вам нужно быть водителем, а не автослесарем. Ваша машина называется Рено. Сандера. Она, скорее всего, в Сандера. Она тоже не без своих нюансов. У нее тоже есть какие-то маленькие заморочки, чисто французские. Непонятно, зачем французы так сделали. Но, во-первых, она не будет вам доставлять головную боль. Во-вторых, вы на ней получите базовые устойчивые навыки. Потом, если что, эта машина улетает со свистом. Как только вы дадите объявление о ее продаже, вас еще в лобик поцелуют, по головке погладят и цветочки подарят машину, отберут у вас сразу. Причем, будьте осторожны, потому что могут оторвать с руками. Знаете, пришивание рук, это очень неприятная длительная процедура. И дальше вы уже спокойно покупаете себе здоровенно-американский джип в натуре. Но это потом. Понятно. Спасибо вам большое. Успехов нам с вами. Виктор, здравствуйте. Алло, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Виктор. Хотел про одно, а тут с Василием вы говорили. Давайте обо всем сразу. Нам-то что с вами мешает, Виктор? Ну, давайте вот провокационный вопрос. Давайте. Василий тут говорили. Покупайте маленькую машинку с механической коробкой передачи. Не обязательно маленькую, обязательно с механической. Не суть, не суть. Ладно, хорошо, с механической коробкой передачи. А вообще-то, если Василий ни разу не ездил раньше, вариант того, что он сразу на автомат сядет, как вам? Это беда абсолютная, потому что потом Василий вырастет в серьезного, брутального мужчину, и как-то раз он пойдет по грибы, встретит там красавицу своей мечты, ну, например, царевну лягушку, о которой он поцелует, и для того, чтобы радостно ускакать из леса, рядом будет уазик, а у него ручная коробка по жизни. А он трык-пык и говорит, ой, извините, я не могу, пойдем пешком. Сергей, а вдруг Василий в сказке не верит, а? Савушкин, который не верил в чудеса, звонил царь, спрашивал, куда принести полцарства. Мы в нашей стране будем всегда иметь огромный сегмент рынка автомобилей с ручной коробкой передач. И у нас грузовики будут на ручке. А жизнь такая штука непредсказуемая. Сегодня мы горожане, а завтра мы в партизанском отряде везем снаряды. Сергей, 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 а может его учить на уазике сразу водить? А еще лучше на КамАЗе? Нет, это совсем плохо на КамАЗе. На уазике довольно сложно. Но учить можно на чем угодно. И, скорее всего, в автошколе будет обычная машина с обычной механической коробкой. А вот потом надо этот навык закрепить. Тем более, кстати, многие спортивные машины, Ниссаны, например, некоторые, они тоже лишены автоматов, они только на ручке. Сергей, просто дело в том, что я не знаю, Василию это не 15 лет, побольше уже получается. Да. Я до этого момента не научился, правильно? То есть это вариант не тот, который, как раньше там люди сами обучались, помните, да? Был дело, да. Я к чему говорил. Я сам занимался обучением вождению от автошколы. Ух, тяжкий хлеб у вас был. Да, центральной московской, которая немножко по-другому смотрела на вещи, нежели вы, так скажем. А вот, ну и, значит, очень многим, в том числе, людям мужского пола даже, не только женским, если вот у них анамнез, так сказать, типа у Сергея, ой, Василия, я, в общем, если видел, что никак не получается с механикой, говорил, давайте на автомате пробуем и вот таким образом продвигаем. И потом уже, по прошествии времени, я видел, как люди ездили спокойно на автомате, а на механике они мучились. У них вся, так сказать, мысль была о том, как бы переключить коробку эту, так, а про дорогу они вообще не видели. Да, увы, такое тоже есть. Есть мужчины, которые не умеют пришить пуговицу, постирать носки и сделать яичницу. Так вот, поэтому я считаю, что в нашей стране, вот первым делом, если бы ГАИ действительно об безопасности дорожного движения заботилась, оно бы разрешило, как в Соединенных Штатах ездить водителям, издавать, соответственно, на автомате. А мы к этому идем, у нас уже попытки были в законодательстве ввести это разрешение, сделать специальную подкатегорию только на автомат, с тем, чтобы люди, в принципе, не заморачивались этой ерундой. Но ведь у нас, знаете как, разговор всегда идет о жизнеспособности. Если человек не может при помощи ножа выжать в лесу, то нам же его жалко, мы же не злорастуем по этому поводу. Если человек не в состоянии справиться с механикой, это скорее грустно и желательно было бы все-таки ему как-то помочь, хотя есть которые, которые бесполезны, согласен с вами. Я согласен с вами, конечно, лучше как лучше, но в многих случаях, особенно в условиях Москвы, так сказать, до этого руки не доходят у многих. И еще есть так серьезный вопрос хотел вам. Давайте. Вот послушайте, вот неделю, две назад, там три, была там целая серия ДТП по стране массовых таких, знаете, там сталкиваются, вплоть до ста машин. И по Москве было... Но они были и будут, потому что, увы, дороги... Так вот, давайте мы возьмем такой момент, посмотрим в историю, когда они начались. Они, вот такие массовые аварии, начались, ну, максимум 10 лет назад. В связи с чем? То есть связывать их с увеличением количества машин, ну, это будет величемерие. К сожалению, прервемся на новости. Мы с Виктором прервались на очень интересной ноте по поводу вот этих массовых аварий, вдруг возникших у нас. Есть ощущение, что раньше этого не было, хотя на самом деле раньше тоже подобное было. Я так подозреваю, что у Виктора в этом вопросе содержался намек на то, что за последнее время очень сильно ухудшилось качество водителей, качество людей в целом за рулем и вот эти наши стереотипы поведения. Хотя, конечно, разговор долгий, и это тоже сыграло роль. Но и плотность потока, и наша вечная инженерная манера пускать эти потоки в лоб, у нас ГОСТа и СНИПа никто пересматривать не собирается, поэтому у нас КАМАЗ, прилетающий в лоб, будет таким же всегда горем, как неприкасаемый на дороге. И пока никто ничего не собирается с этим делать, видимо, потому что у нас довольно много лишних людей. Сильно подозреваю, что как-то мы по-другому ведомству учитываемся. Дмитрий у нас на линии. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый вечер, Сергей, это Дмитрий на Суперби. Я хочу затронуть тему поворота на красный. Да, давайте. Поворачиваем или не поворачиваем на красный? Если честно, поворачиваю. Так. Потому что на нашей любимой Тумской без поворота на красный нас на Кировоградскую не повернуть. И это факт. А что касается поворота на красный в принципе, разрешения, то я часто бываю на Украине, Киев, Одесса, и там в части некоторых перекрестков такой поворот разрешен. Вполне нормальный, никого из пешеходов там не сбивают, все живы-здоровы, скорости небольшие. И, в общем-то, пробок создается меньше. Так вот, у меня очень простой вопрос. Почему бы нам не разрешить поворот на красный при выезде на Варшавку? Вот, Сергей, вы прекрасно знаете Варшавку, вы живете тут же. Там уж никаких точно пешеходов не бывает, а если и бывает, то уж понятно в каком состоянии. Ну, а не смертники в таком случае. Вот именно. А почему, Дмитрий, должно быть вот как-то по умолчанию понятно, что здесь на красный мы поворачиваем, вместо того, чтобы поставить обычную стрелку? Стрелка есть, поехал стрелки, нет, не поехал. Почему нужно принимать это вот решение таким образом каждый водитель для себя? Еду я на красный или не еду я на красный? Разрешено мне или не разрешено? Стрелки почему нет? Почему не поставить? Так вот, на Украине все сделано интересно. Вот в этом плане я считаю, что у них абсолютно правильный опыт, у них нету стрелки на лампочке или там на светодиоде, но у них есть стрелка-табличка. Да. И на тех перекрестках, где можно поворачивать, там такая табличка, вот на первый взгляд очень смешная, она висит. Но для водителя этой информации вполне достаточно, чтобы понять, что здесь повернуть направо на красный свет можно. А вот, предположим, Дмитрий, мы имеем в виду, что пешеходов у нас на Варшавке нет, нужно повернуть на красный, у нас есть вот эта картонная стрелка, неподсвеченная, но вот те, кто стоит справа на обочине, и водитель посмотрел по зеркалам, никого нет и понимает, что он включил мигалку и отправил обочину отвали. В этот момент ему взад втыкается машина, которая повернула направо на красный. Для кого из них этот маневр был неожиданностью? Для обоих. Потому что водитель, который стоял уже на проезжей части Варшавки, он понятия не имел, что там справа нарисованная стрелка. А по светофорам было видно, что оттуда никто не выйдет, потому что красный. Пешеходы здесь ни при чем, а у машины дырка в боку. Ну, на самом деле, мигалка не мигалка. Мигалка у нас, кстати, не всегда освобождает от ответственности, это мы понимаем. Ну, не мигалка-поворотник. Вот он обозначил маневр, он видел, что никого нету и поехал, а тут справа сзади под 90 градусов выруливает другой такой же счастливый, который, знаешь, что на красный можно. И создает аварийную ситуацию. Вот неоднозначность этой ситуации, она тем и плоха. Потому что, когда красный, это красный, когда зеленый, это зеленый. А когда розовый? Не, на самом деле, стрелка, она не дает преимущества. И это, в принципе, закон, прописанный в правилах. Стрелка, это говорит, уступи движение, потом езжай. И не важно, даже если есть там пешеход, то, ну, обычно вот на Украине, еще раз говорю, в Одессе очень много таких стрелок. Очень небольшие скорости движения, и пешеходы, ну, я ни разу не видел, чтобы кого-то из пешеходов, кто-то не просто бы там сбил, но даже наехал или попытался наехать. То есть настолько это, ну, на некоторых перекрестках, именно на тех перекрестках, где это взвешено-повешено, что называется, я считаю, что абсолютно правильно. Дмитрий, Дмитрий, скажите, а вот нет ли у вас ощущения, что в нашей стране не будет, как на Украине? Знаете, вот это отчасти такое же предположение, на основании которого Дмитрий Анатольевич отменил промилли, да? Кто-то где-то сказал, что в нашей стране вот эти промилли быть не должно, потому что это порог и порождает ужасное пьянство. Ну, очевидно, что... Дмитрий Анатольевич живет, во-первых, не в этой стране, а во-вторых, он рекламирует БМВ, в-третьих, он накатывает по 0,5 по утрам, о чем нам по телевизору тоже показывают. Вот в отличие от меня, я, например, за свою жизнь пиво не выпил ни разу. Я в принципе не пью. А Дмитрий Анатольевич считает, что я пью, потому что он пьет сам. Ну, вот поэтому все предположения, что в нашей стране, не в нашей стране, нужно просто подойти взвешенно ко всей ситуации, к любой ситуации, как и к тому, что без зеленой стрелки на варшавку порой, ну, по утрам просто стоишь, даже если ты едешь в область. Это смешно. Мы в область не можем выехать утром. Ну, это сделано специально, и подоплека вот этого решения Нилова, оно видится мне в том, чтобы, опять-таки, была двусмысленная ситуация, трактовать которую позволит себе любой инспектор свою собственную пользу. Я вижу в этом, в первую очередь, ловушку, а не попытку разрешить нам проехать там, где действительно это объективно возможно, необходимо и допустимо. Ну, понятно, но если вообще говорить о предложении, которое сейчас поступает, вот сегодня я, например, увидел о том, что опять возвращается бальная система. Да. Вот интересно, почему вы об этом не говорите, ведь по сути дела, бальная система, либо что-то еще, они не решают проблему, как таковую нарушение правил. Абсолютно. Вместо того, чтобы продумывать о том, как наказывать, да, или как реализовать правила, имеющиеся правила для проезда тех или иных мест, чтобы не создавалось ни пробок, ничего. То есть мы пытаемся ввести какую-то систему бальную, которая заведомо будет играть, ну, не на нашу сторону, это явно, да? Да. Да. С точки зрения наказания водителей с помощью камер, которые очень неплохо, я считаю, сейчас результат приносят по камерам, что озвучивается, ну, и сам, я сам по себе вижу, что я стал ездить более аккуратно по Москве, это факт, вот, но я считаю, что вот эти метания нашего доблестного ГАИ, ГАИ ГИБДД, да? ГАИ здесь ни при чем. Абсолютно некорректные. Нет, Дмитрий, ГАИ здесь ни при чем. Потом у нас бальную систему пытается ввести комитет по конституционному строительству, тот самый имени товарища Плигина, который уже формирует несколько лет в нашей стране обособленную социальную группу людей, выведенных из-под действия Конституции. Они называются водители. И товарищ Плигин и его комитет занимаются тем, что они лишили нас за рулем презумпции невиновности, раз, они лишили равенства нас с вами перед законом вне зависимости от места проживания, а сейчас они пытаются дать такую же кормящую в руки гаишникам статью, когда любой милиционер может посмотреть, сколько нам осталось до полного лишения, и после этого с нами выгодно поторговаться в свою пользу. Речь идет о том, что к безопасности это не имеет ни малейшего отношения, и это уничтожение Конституции просто лишний повод для того, чтобы мы стали обособленной социальной группой. Вот с этим я согласен на 100%. Да, к сожалению. И до тех пор, пока там находится Плигин и пока в принципе подобным образом решается наш вопрос, мы видим, что наше государство считает, мы можем все, Медведев предлагает не наказывать своих, а вот народ должен быть во всем и всегда виноват и должен по любому поводу оплачивать все что угодно. У нас с одной стороны 75% в ЦИОМ дал эту цифру людей видят, что главная беда нашей страны это неприкасаемые, причем неприкасаемые везде, неприкасаемые в жизни, неприкасаемые на дороге. И в отместку за эти 75% нас пытаются наказать еще сильнее, придумать нам новые их санкции, потому что Государственная Дума в эти 75% не верит, хотя она именно к ним и относится. И именно поэтому Медведев говорит, что давайте мы будем не сажать, а отпускать тех, кто к этим 70% отношения имеет. Из подсознания вырвалось, ну вот такое заколдованное место большие веземы. К сожалению. Да, мы, тем не менее, продолжаем обсуждение всех наших достижений за последние несколько дней. То, что нас наболтали наверху. Борис, здравствуйте. Алло, алло. Вас, кстати, не слышно абсолютно. Ну, видимо, что-то у нас со связью. Эх, продолжаем, тем не менее. Константин. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, по поводу стрелки. Я тоже согласен, что должен быть светофор и должна быть стрелка. Потому что, да, вот эти все разногласия, они нам ни к чему. Однозначности хочется. На зеленый едем, на красный стоим. Да, да. Не надо изобретать велосипедов, кто как подумал, кто что решил и так далее. Это гораздо проще. По поводу баллов. Ну, смотрите, сейчас же никому не секрет, что, допустим, в Москве гаишники у нас останавливают только, да и не только по Москве, а вообще во многих на трассе и так далее, останавливают только за то, за что можно сразу лишить прав. Конечно. То есть выезд на встречную и так далее. Ну, а с баллами эта мотивация, в первую очередь, будет для гаишников для того, чтобы за мелкое нарушение остановить и посмотреть, а можно ли там влепить за оставшиеся баллы. Это как один вариант. Мы везем свое личное дело специально для того, чтобы гаишник имел возможность понять, сколько с нас и когда нужно содрать. Нет, но сейчас вас, если останавливают, это уже разговор о деньгах. То есть вас остановили, все, это значит 100% и факт. А сейчас будет вас остановили за мелкое нарушение, это еще не факт, что вас там прижучат, как говорится. А во-вторых, люди начнут просто и эти мелкие постепенно соблюдать правила. Ну, сейчас камеры поставили, начали чуть-чуть сбавлять скорость. Начали, не все, конечно. Те, кому было по барабану, они до сих пор так и двигаются. С одной стороны, страх тоже является стимулом для соблюдения правил дорожного движения, но поскольку организация дорожного движения у нас с умыслом, с провокацией и с ловушками, то, к сожалению, любой водитель рано или поздно попадается в том числе и в ловушку на пустом месте. Но это все равно никак не изменить. Это будет и всегда будет ловушка. У нас ГАИ не для того, чтобы регулировать дорожные движения, а для того, чтобы вылавливать. Они как рыбаки. Порыбачили на одном месте, поехали на другое место. Это так есть, было и будет всегда. Это на трассе, по Москве, по другим городам. За мной в свое время, у меня в городе, это Тамбовская область, я ехал в 2 часа ночи, никого нету. Я ехал, у нас есть сплошная такая линия, я не вытерпел и решил развернуться на пустой дороге. Так эти товарищи ехали за мной с выключенными фарами, потому что они примерно знали, что у меня не выдержит нерва. И меня оштрафовали по вкусу, хотя правила предусматривают, допустим, от одной нормы до другой. Вилка, кстати, тоже специально в этих статьях, поскольку она позволяет поторговаться. Тоже ведь не случайно. Ну, поэтому я и говорю, что это всегда есть и всегда будет. Вот насчет будет, Константин, вот насчет будет, тут, знаете, все-таки есть легкая надежда. Если вы помните, у нас из всех союзных республик самой коррумпированной была Грузия. И именно Грузия показала пример, что на самом деле одним рощерком пера меняется и государство, и правоохранительная система. И вот сейчас идет уничтожение тех достижений Грузии, которые еще недавно были гордостью этой страны. Все наследие Саакашвили сейчас спускается в унитаз, и в том числе некоррумпированная полиция, имевшая рейтинг доверия второй послеправославной церкви. Но, тем не менее, они это сделали? Сделали же! Да, да. Сергей, ну здесь вы прекрасно понимаете, здесь тогда надо выбирать между демократией и между твердой рукой. То есть, когда Саакашвили там и говорил, у него не совсем было до демократии. Теперь люди будут бороться за свои права, за свои свободы, и у них там будут новые права и новые свободы. Да, ничего подобного, у них там этого не будет, а как раз у них все это было. Потому что суть Саакашвили, она практически сопоставима с нашим Петром Первым по количеству реформ, проведенных им. Да. И он-то как раз людям предложил способ жить в демократическом обществе. Просто люди сказали, а нам вот у них, нам хочется воровать, сказали люди. И после этого они решили спустить в унитаз свою собственную биографию. Перерыв на новости. Ну да, мне тоже как-то довольно смутно представляется. У нас Александр. Здравствуйте, вы уже в эфире. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Большое спасибо за вашу передачу. Слушаю уже второй месяц. Спасибо. Очень доволен. Очень информативно и достаточно очень интересно. Спасибо. А по поводу зеленых стрелок, да, и вот всех вновшеств в наших правилах, в принципе, оно ясно, что как бы идет интеграция, да, в Запад и, ну, более универсально становятся наши правила дорожного движения. Но здесь проблема у нас не в том, что будет непонятно водителю, да, как поворачивать. Это, в принципе, все учится. То же самое, как у нас было круговое движение, да, и у нас поменялось, в принципе, вроде бы все уже привыкли. Все привыкли к тому, что у нас так и непонятно, как поворачивать, поэтому все аккуратно ждут друг друга, чтобы не вляпаться. Потому что у нас как было два стандарта, так два стандарта и осталось. Ну, все-таки люди приспосабливаются. Да. А второе, то, что у нас самая большая проблема, это культура вождения. Это самое главное. Потому что в бешеном ритме Москвы, поэтому они будут поворачивать на стрелку, не смотреть, не пропускать пешеходов. Вот в этом будет проблема. А скажите, Александр, перебью вас. У нас проблема в том, что культура вождения или в том, что у нас аморальное общество? И как следствие бескультурное? Да, это, в принципе, так оно и есть, потому что у нас очень понизилась культура общества во всех сферах. А откуда ветерок-то дует, сверху или снизу? У нас культура-то упала откуда, по какому вектору? Когда государство бросает воспитывать народ, его начинает либо кто-то другой воспитывать, другие ценности, естественно, конечно, сверху. Потому что в коммунистические времена, да, людьми занимались, людей воспитывали, и хоть бы что они хотели, они то и получали. И, кстати, жлобства почему-то не было у нас на уровне морали общества, оно не поощрялось. А сейчас оно поощряется, поэтому, если я, например, хочу переть куда-то, неважно, на красный или на розовый, я буду это делать. В конце концов, я неприкасаемый, и на 75% населения мне наплевать. Да, и второе, то, что действительно, это когда у нас люди будут видеть, что другие нарушают, у них сходит с рук, они скажут, а почему я не могу? Да, так и происходит, и теперь у нас нарушают, в том числе, те категории людей, которым раньше это в голову не приходило. А по поводу того, что будут не доверять, как будет трактовать сотрудник ДПС, это потому что нет доверия к ним. А нет доверия только из-за того, что действительно они занимаются не безопасностью дорожным движением, а они занимаются тем, что они выискивают, подлавливают те нарушения в каких-нибудь местах, причем в местах достаточно глупых. И только что я ехал, и одно место есть на Егоровском трассе, где стоит экипаж ДПС, он уже неделю стоит, и там есть с моста две полосы, левая полоса поворачивает налево, но там нету знака разделения по полосам, и получается те люди, которые едут по мосту, они оказываются в левой полосе, едут прямо, оказываются на встречке и возвращаются уже на трассу. Да, уже нормальная ловушка, они там стоят, не верю, они там стоят долго. Машина ДПС, вот только что буквально здесь, ну, видел, стоит машина, причем они включили фары, стоят на обочине, ну, по-моему, там движения, включили фары, чтобы не видно было, что они стоят. Вот и все, самая обыкновенная ловушка. А с какого боку надо начинать решать эту проблему, по-вашему? С чего? Запущена проблема, и она в целом, вот на дороге... Ну, даже за год, за два ее не решат, потому что наше общество развалилось с 90-х годов, даже с 80-х, с конца 80-х годов все это терялось. И я думаю, что это очень долгое будет решение проблем. Возможно, как у нас было в стране решение проблем авторитарным способом, потому что, возможно, общество в данный момент уже ничего другого не поймет, да? Оно не поймет слов, уговоров и всего остального. И, в принципе, всегда рыба гневит с головы, и все нововведения в нашей стране, по идее, должны идти сверху. Да. А почему вы считаете, что наше общество не поймет? Наше общество очень хорошо реагирует, во-первых, на пряник, а не только на кнут, а во-вторых, наше общество не настолько запущено, чтобы упрямо рыть себе могилу. И ведь у нас уже раздражение по поводу неприкасаемости на дороге настолько велико, что, понятно, нас-то больше кого это раздражает. И это же не зависть от того, что мы прикасаемы, а они неприкасаемы, а просто уже достало в целом эта ситуация. Ну, может быть, чувство самосохранения в обществе может сыграть и куда-то выйдет. Тем не менее, общество, оно так или иначе, к сожалению, не задает тон, оно лишь получает, огребает последствия. А ситуация, конечно, решается сверху. И я многократно рассказывал об этом, когда генералиссимус Франко, кровавый палач испанского народа, на рубеже 60-х, 70-х годов, в конце 60-х, он получил докладную записку себе на стол о том, что у них африканский уровень ДТП и скоро просто испанская нация вымрет, если такое на дорогах будет происходить. И кровавый палач испанского народа издал указ всем ездить по правилам, то есть он просто-напросто распорядился о равенстве всех перед законом. И поскольку был именно кровавым палачом и настоящим фашистом, то он начал с себя. И именно он показал всем, что нужно по городу ездить 60 км в час, при этом из охраны у него был только один мотоцикл. И уровень образования у нас в принципе страны сейчас достаточно низок, и отсюда все вот эти... При низком уровне образования, почему низкочитающая страна у нас стала, да, не такая образованная, как раньше была. И будет вот эта низкая культура и низкоинтеллектуальное такое поведение. Знаете, Дмитрий Сергеевич Лихачев в свое время рассказывал о мурманских рыбаках, мурманских, тогда это еще была деревня Мурман, она даже не была городом Мурманском. И он отмечал особо, что это были чрезвычайно интеллигентные люди, они не умели читать и писать, они были абсолютно неграмотными. Но это не мешало им быть носителями высочайшей культуры и быть интеллигентными людьми. У них не было телевизора, они жили обособленной группой, и есть своя особенность, скажите, такой. Тем не менее, отсутствие поголовной грамотности, а наше министерство образования делает все, чтобы люди были полностью безграмотны абсолютно. Это точно. Ну, это все-таки доктрина по, знаете, такому обыдлячиванию страны, поскольку так править проще. Но даже в самом недоразвитом обществе возможно мораль, возможно нравственность и возможно приличное поведение. История тому подтверждает очень много фактов. И когда рыба перестает вонять с головы, совершенно не важно, насколько образованное население. Население, имеющее нормальный вектор, очень быстро переходит на приличные рельсы. Как только появляется такая возможность. И опять-таки вспомните, например, кровавый палач уже безо всякой иронии советского народа, товарищ Хрущев, Никита Сергеевич, человек, который перевыполнял план по расстрелам к 7 ноября, о чем писал телеграммы. О том, что Украина, когда он был первым секретарем ЦК Компартии Украины, перевыполнила, товарищ Сталин, план по расстрелам. И именно этот кровавый палач остановил в 1953 году вакханалию. И именно он, когда была возможность уже стать самим собой. Он остановил всю ситуацию карательного уничтожения советского народа и выпустил людей из лагерей и выкинул Сталина из Мавзолея. Хотя до того, пока он был человеком в системе, он был одним из самых чудовищных палачей. Но как только у него появилась возможность сыграть по правилам, выяснилось, что он тоже понимает, так дальше нельзя. И он изменил, в принципе, облик нашей страны. И страна, кстати, очень хорошо на это среагировала. Можно еще вопрос по машине? Конечно, конечно. Вот. Сейчас присматриваю Subaru Forester. В старом кузове 2012 год. Сейчас у них на скидки хорошие идут, да? Там по 150 тысяч. И, конечно, рассматриваю на механике, привычно мне уже на механике, 150 лошадей, то есть там обычная комплектация. И вот 2013 год. В принципе, разница в 150 тысяч, но там будет уже другая механическая коробка. Она будет уже шестиступенчатой, шестиступенчатой она будет по сравнению с пятиступенчатой. Вот. И вообще, в принципе, саму машину, да, стоит, не стоит. Плюс и минус. Ну, Forester, это... Вы под словом 2013 год подразумеваете ту же самую модель, или вы имеете в виду уже новое поколение Forester? Новое поколение, но оно ничем не отличается. Вот там буквально только дизайн немножко они поменяли. Ну, а интерьер, ну, двигатель тот же остался. И в коробке механики, извиня, коробка, там вместо пятиступенчатой они сделали шестиступенчатую. Там небольшое изменение передаточных кислот. Вот мне, например, Forester, тот, который заканчивается уже на 2012 модельном годе, он просто отвратителен своим салоном. Вот этот... Пильковат, да. Вот этот 41-й Москвич с корявой пластмассой, он не стоит тех денег, которые за него хотят. И я просто еще, как не фанат Forester, дело в том, что у меня в свое время был Forester, и с тех пор я с большой опаской и напряжением отношусь к этой самой машине. Потому что мой хваленый Forester великого японского качества зимой заводился, в принципе, на одном цилиндре, и то не всегда. Хотя он был абсолютно новым, гарантийным, и мы довольно часто общались со слесарями. Так вот, Forester не стоит тех денег. Я не видел еще новый, тот, который нам обещан 2013 годом, поэтому я понятия не имею, какую работу над ошибками они провели. По отзывам хуже он не стал. По подвеске Forester, конечно, до сих пор неплохой автомобиль. Во всем остальном, в нем нет ничего, указывающего на оправданность подобного ценника. Обычная легковая машина. А что, альтернатива? Ему туда альтернатива? Любой кроссовер, начиная от Skoda Yeti, и дальше, знаете как, 360 градусов обстрела, там находится просто весь женевский каталог к нашим с вами услугам. Там есть, конечно, и Tiguan с подозрительными тормозами, и Q3, в другую сторону идти можно Q5, потом есть Nissan X-Trail, есть большое количество корейцев разного типа размера, начиная от Sportage и Sorrento, соответственно, там же и Santa Fe. И есть братцы и близнецы, которые Opel Antara и Chevrolet Captiva, теперь уже с очень приличным дизелем и хорошим шестиступенчатым автоматом. То есть, вот это предложение, оно самое массовое. Ну, просто я смотрел, да, вот и Captiva, и X-Trail, вот они нормальные комплектации начинаются на миллион 200, миллион 300. К сожалению, да, но Forrester это импреза с салоном ухудшенным, с дорожным просветом банальным. Ну, это миллион 59. А вот и кончился понедельник. Интересно, завтра весна будет. До свидания.